Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться своей историей прохождения онлайн-курсов Алекса Скиделя в школе Скидельской. Для начала расскажу немного о себе. Меня зовут Рушан Потахов, я работаю в исполнительном комитете, занимаю должность в Таланово-Архитектора и уже в процессе работы я не раз задавался себе вопросом о повышении качества своей квалификации в части 3D моделирования и визуализации. Таким образом я начал искать различные курсы в интернете и наткнулся на один более-менее показавшийся подходящий себе курс. Курс проходил в то время в вечернее время и в соседнем городе. Приходилось конечно вечером добираться до города пару часов езды, потом три часа сами Курсы проходили уже глубоко, за полность приходилось приезжать домой и обратно. Утром встаешь естественно не выспавшись, а уставший. И через день заново все повторяется. Тем не менее месяц прошел, я прошел этот курс, получил какие-то познания, но результат мне конечно не удовлетворил, поскольку обучение проходило в вечернее время, а днем приходилось работать, голова уже забивается различной информацией, ручной информацией. И к вечеру уже просто устает, голова не работает, какая-то часть курса просто не усваивается, не запоминается. И курс был пройден, ну скажем, на удовлетворительную. И в один момент, я помню, пользовался тогда еще браузером Google Chrome. У него есть такая полезная функция, как выдавать различные варианты ответов на последние поисковые запросы. И там он мне выдает рекламу Алекса Скиделя, где он рекламировал программный продукт Unreal Engine 4. Я прошел по ссылке, посмотрел, как там все клево, и понял, что будущее именно за этим программным продуктом. Прошел в школу Алекса Скиделя, в Скидельской, и начал изучение с программы 3D Max. Курс проходит очень-очень быстро, поскольку Алекса объясняет только основную суть, без лишней воды. И все проходит очень даже удобно в онлайн-формате. Можно учиться в любое удобное время, в любом удобном месте. Вы также подключаетесь к скайп-группе, где единомышленники, все учащиеся в этой школе, также кураторы обсуждают различные вопросы, проблемы, которые происходят в процессе моделирования и обучения. И таким образом вы получаете пожизненную техническую поддержку, что, естественно, очень клево. Тем не менее, пройдя где-то половину курса по 3D Max, я вспомнил, что в университете мы обучались Revit. И, конечно, я, так как не пользовался этим программ-продуктом, утерял большую часть своих познаний. И в мыслях у меня где-то было желание пройти именно этот курс, но в то время еще Revit не было. И в один прекрасный момент в своем одном вебинаре Алекс рассказывал нам о том, что в ближайшее время начнет стартует курс по Revit. Поэтому я, конечно, очень сильно обрадовался и первым делом записался на этот курс. Поскольку я, так как я работаю архитектором, для меня очень важна именно архитектурная часть, проектирование различных зданий и сооружений. А в Revit это происходит очень легко и быстро, поскольку программа предназначена именно для моделирования зданий и сооружений. Таким образом я начал изучать Revit. Так как у меня какие-то были уже познания об этом программ-продукте, курс проходил по мне очень легко, легко осваивалось. Алекс рассказывает сам только основную суть, которая не мешает для его освоения. Получаешь также своего наставника, куратора, который очень хорошо объясняет, если у тебя есть какие-то вопросы по поводу обучения, по каким-то принципам моделирования. Получаешь также полный развернутый ответ. Также получаешь этот видеоурок, и он остается за тобой закрепленным на всю свою жизнь, где можно будет в любой момент открыть, пройти курс заново. Если что-то вдруг не сможем мы запомнить, или что-то вдруг если не получается, можно также зайти в скайп-групп и задать свой интересующий вопрос, и получить полный развернутый ответ. Таким образом я изучил Revit, но уже в процессе изучения самой программы начали происходить изменения, я начал более уверенно работать с проектами, быстро начал их моделировать, и естественно у меня начали появляться свои клиенты. Первым же делом появление именно частных клиентов не могли заметить у меня в отделе. Мои сотрудники начали спрашивать, что случилось, как так, что я так быстро начал моделировать, что у меня вот все так клево, изменения пошли. И я им посоветовал, конечно же, также вступить в ряды студентов школы Алекса Скидельской и повысить свои профессиональные навыки. Также рекомендую всем, кто желает повысить, тем или менее образом, повысить свои навыки и профессиональные качества в части 3D-моделирования, 3D-дизайна, пройти в школу Алекса Скидельской и получить не только навыки, но и огромное удовольствие. Всем спасибо, удачи, до встречи, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok